Порим о форматах, о том, как сделать так, чтобы Телеграм стал работать на вас. Все возможности и фишки. И я сейчас с удовольствием предоставляю слово Ольге Уткиной, журналисту, автору социального проекта в Телеграм, автору аудиокурсов в Телеграм. Оказывается, Телеграм позволяет и курсы вести. И я думаю, что Ольга нам сейчас все расскажет про Телеграм. И даже те, кто его еще пока до сих пор не очень любит, сразу его полюбят. Ольга, пожалуйста, вам слово. Да, добрый день. Расскажу про Телеграм. Расскажу немножко про свой проект сначала, чтобы было потом понятно, каким образом он реализуется в Телеграме тоже. У меня есть блог в Инстаграме для родителей-подростков, в котором я там делаю разные тексты на тему психологии подростков, отношений с подростками. В общем, все вот это вокруг семьи, у которой есть подростки. И там сейчас у меня один с половиной тысяч подписчиков. И в какой-то момент я поняла, что я делаю постоянный контент, очень много контента. И мне хотелось бы, во-первых, собрать его в какую-то единую структуру, потому что почитать что-то там в Инстаграме – это одно, а пройти, например, курс или книжку прочитать – это уже совсем другое. Ну и плюс мне хотелось начать немножко зарабатывать на этом тоже, потому что это такой фулл-тайм-джоп. Ты каждый день создаешь качественный контент. То есть ты не можешь там снять – вот, смотрите, там, какой напиток я пью. И надо обязательно написать, что это там полезно. Вот. И, в общем, я стала думать, как мне это сделать. И подумала, что у меня уже достаточно знаний для того, чтобы сделать небольшой аудиокурс. И я стала искать платформу для этого аудиокурса. Дошла, естественно, я на GetCourse сразу же, потому что все вроде бы там делают. И увидела, что там нужно купить, значит, какой-то стартовый пакет, который стоит, например, там 26, по-моему, тысяч рублей. Поскольку у меня заработки тогда были нулевые на этом проекте, то вкладывать 26 тысяч только в платформу для курса, на которой я еще непонятно, заработаю или нет, показалось мне, ну, странным. И я решила думать, как еще мне можно это сделать. И тут вышло смешно, потому что тогда как раз начала быть модной очень вот эта Елена Глиновская, которая делает марафон желаний. И моя подруга купила себе такой марафон и стала мне рассказывать, как вот она проходит марафон Глиновской, там какие-то многотысячные продажи и все такое. И решила мне показать. И оказалось, что это просто группа в Телеграме, закрытая, в которой, не знаю, 600 миллиардов тысяч людей, купивших этот курс. И, собственно, весь курс – это просто аудиосообщение в Телеграме от этой вот Глиновской, где она голосом договаривает что-то. Я подумала, блин, ну если уже Глиновская, которая там миллиарды какие-то подписчиков собирает, делает это вот так вот просто, без всяких гет-курсов, чем я хуже, и я решила сделать аудиокурс в Телеграме. Сначала я написала себе структуру этого курса на бумажке. Потом я садилась и каждый день записывала аудио. Получалось не очень сначала хорошо, потому что звук был, какие-то вот эти шорохи и скрипы. Я поэтому изучила, как записать в домашних условиях нормальное аудио. Купила себе микрофон на Алиэкспрессе. Накрывалась одеялом. Еще можно носок надевать вот так вот на айфон, чтобы получался эффект микрофона. И написала. У меня получился курс из шести блоков. В каждом блоке было по 7-8 аудиофайлов, и они еще также перемежались с фотографиями или какими-то смешными картинками. И когда курс был готов, я его перетачала в закрытую группу Телеграма и начала, открыла продажи у себя в Инстаграме. И на тот момент было там, может быть, 4 тысячи подписчиков всего на всего. Я поставила на высокую цену, поставила тысячу рублей. И люди стали покупать. Когда человек оплачивал, я присылала ему ссылки на субъекты в эту закрытую группу Телеграма. Он туда заходил и мог в любой момент послушать, из каждого блока, там, те файлы, которые его интересовали. С одной стороны, это немножко не защищает твой интеллектуальный контент, потому что на гет-курсе, если ты, например, оплатил и получил доступ, ты не можешь дать его никому больше. Ты не можешь прислать этот доступ мужу или подруге, потому что это твой, заход с своего компьютера к своему доступу. Но, во-первых, у меня не было тут амбиции заработать там все деньги мира на этом, поскольку кроме заработка, мне хотелось еще и чтобы люди получали эту информацию и у них реально улучшались отношения с детьми, потому что отзывы всегда были хорошие. Поэтому я, наоборот, людей поощряла. Я им говорила, вот вы у меня купили, вот вам ссылка, вы можете прислать эту ссылку без дополнительной оплаты мужу или бабушке. Если у вас в семье проблемы к своему взаимоотношению, то вы хотите, чтобы ваши близкие тоже больше узнали о воспитании и отношениях с подростками. Поэтому это было очень удобно. И при этом я видела, что люди относятся к этому адекватно. Никто эту ссылку туда в открытый доступ не выкладывал. Они реально были довольны, покупали, там давали родственникам или друзьям максимум. И отзывы были очень хорошие. Вот за все время, этот курс, наверное, ему уже два года, его за это время послушали почти тысячи человек. За это время, наверное, только на человека три сказали, что им неудобен Телеграм, или там неудобен аудиоформат. Им хотелось бы читать это в текстовом виде. Все остальные, люди самого разного возраста, там от 30 до 60, там бабушки-то же лет, все были абсолютно довольны, им это было удобно и ума. Поэтому, когда первый курс, то есть там много людей послушали, я решила делать второй. Но во втором спикером была уже не я сама, а были приглашены эксперты. И это у нас чуть-чуть усложняло задачу, потому что мои приглашенные эксперты это были врачи, это был педиатр-эндокринолог и клинический психолог, люди взрослые, люди, работающие исключительно в медицине, там много десятых лет, которым все эти телеграммы, микрофоны, вообще непонятно что. Они даже не сидят в Телеграммах, в Телеграммах и ничего об этом не знают. Они сидят и принимают пациента целыми днями, делятся на конференции. Поэтому с ними мне приходилось немножко технически там помучиться. То есть сначала я писала им структуру, в которую они должны были мне заливать информацию, и потом началась довольно долгая мучительная работа по записи аудио, потому что я ходила, мы с ними в разных странах находились, и объяснили человеку в возрасте, который не имеет отношения ни к каким соцсетям и техникам, что нужно вот так как-то сесть, микрофон вот надеть, тихонечко там как-то накрыться одиннадцатом у себя в кабинете, и сказать так, чтобы это было чисто, без фоновых звуков. Это было сложно. Они присылали мне там грязные файлы. Понятно, что они эксперты в медицине, и не в записи файлов. В общем, приходилось перезаписывать. На эту запись мы потратили на месяц три. Мне приходилось все время писать, просить перезаписать. Они сердились, потому что у них там пациенты. Но в итоге месяца три мы потратили на запись. Потом я еще почистила звук. Тоже, опять же, злила все эти файлы в закрытую группу Телеграма. Курс этот был про здоровье подростка. Там педиатр первую часть рассказывал про то, как меняется тело подростка, а психолог рассказывала о том, как меняется психология, какие у них есть переживания, как себя вести родителям. Всего в общей сложности там получилось на три часа аудиофайлов. Я их также для удобства прослушивания разбила на блоки. Например, блоки прыщей или блоки колебания настроения. Вот ты купил этот курс, получил свою ссылку. Ты можешь в любой момент зайти и почитать именно про то, что тебе в данный момент важно. Вот у ребенка ты вылезешь, ты прыщи, ты нажимаешь на аудио под ограничением прыщи. Ты слушаешь все про прыщи и так далее. Этот курс мне повезло, потому что ссылку на него повесил у себя в фейсбуке очень классный известный педиатр и поэтому мне прям повалили кучи людей, даже тех, которые не были подписаны на мой блог. Этот курс прям очень хорошо покупали. Мы с экспертами делили вот эту всю выручку там 50 на 50 и все эти отчисления делала и делала до сих пор, если курс продается. То есть это такая пожизненная, я такое сделала пожизненный контракт с экспертами, я выступаю продюсером в данном случае, они дают мне свою сертизу, поэтому я им в течение лет не знаю, скольки, когда курс продается, я им продолжаю отчислять эти деньги. Тут тоже были очень хорошие отзывы, тоже люди были довольны, очень мало тех, кому не подходил аудиоформат, но все-таки, поскольку этот курс был популярнее первого и было уже больше отзывов, я увидела, что там процентом, например, 15 аудиоформат да, не подходит, решил для них дополнительно в эту же группу Телеграма залить тот же самый курс, только в виде книги, для этого я просто потратила там, не знаю, несколько часов, расшифровала все-все-все аудио, перелопатила их в книгу, отредактировала, сделала так, ну, потому что аудио, когда мы говорим, да, текст выглядит по-другому, чем на бумаге, то есть я сделала из этого книгу, сверстала небольшой симпатичный ПДФ, без каких-то там дизайнерских изысков, но вышла просто удобно с крупным шрифтом, и залила ту же группу этого курса, то есть когда человек покупает его, теперь он получает, я ему сразу там помесила дисклейвер, что если вам неудобно слушать аудио, вы можете внизу прокрутить все эти файлы вниз и почитать это в ПДФ варианте, это добавило мне соответственно людей, которые хотели этот курс приобрести, потому что некоторые сразу отсеивались на стадии аудио. И что теперь я могу сказать? Оба этих курса послушала за последние два года 1300-1400 человек. Это только те, кто купил, я не считаю тех, кому отправили мужьян, подругам, бабушкам, есть еще слушателя, и это мне очень приятно, потому что создание этих курсов не, я не могу сказать, что это была какая-то прям мучительная, тяжелая и долгая работа. Нужно было взять экспертизу, перелопатить ее в текст, записать это в аудио, ну и сделать там некий симпатичный дизайн внутренних картинок, потому что не были голые аудиофайлы. Более того, поскольку люди рассказывают друзьям и присылают эти ссылки, то в конце каждого курса я также повесил дисплеймер о том, что вот в моем проекте есть еще вот такие соцсети, вы можете подписываться, таким образом я получаю регулярно еще новых подписчиков для Инстаграма и для Телеграм-канала. Сейчас рассказываю чуть-чуть про Телеграм-канал. Я очень быстро говорю, уже все рассказала почти. Телеграм-канал, он у меня, он у меня живет отдельной жизнью, то есть он как бы у него такое же название, как у моего Инстаграм-проекта, но там другой контент, но он почти не дублируется. Во-первых, я таким образом перевожу людей из Инстаграма в Телеграм, во-вторых, таким образом я в Телеграме, да, опять же рекланирую свои вот эти вот два курса и еще книжку, которую я тоже недавно написала и тоже частично продаю и через Телеграм тоже. В Телеграме подписчиков меньше, чем Инстаграме, там, три-твоем тысячи, но поскольку это очень концентрированная аудитория, то есть это только родители детей от там восьми-десяти лет и до восемнадцати, только родители и подростки, случайных людей там нет, случайные люди не подписываются на канал для родителей и подростков. Там есть подписчиков, в которых вообще нет детей, но их совсем мало, так они так по приколу читают. Вот. То есть, соответственно, любой продукт на эту тему, который я в Телеграме рекламирую, он сразу же попадает в свою телевую аудиторию и через Телеграм тоже происходят продажи. Недавно у меня там была техническая проблема с Инстаграмом, у меня потерялся доступ к нему, я не могла восстановить, наверное, десять дней, пришлось мне хакеру заплатить деньги. Вот эти десять дней, пока у меня ничего не происходило в Инстаграме, у меня все равно были продажи, небольшие, но были, потому что у меня есть живой Телеграм, в котором люди видят все ссылки и информацию. Ну, и плюс Телеграм является средством для небольшого заработка, потому что туда регулярно приходят рекламодатели, причем сами приходят, я ничего для этого не делаю, я никаких бирж себя не рекламирую, а просто для рекламодателя, опять же, вот эта вот очень концентрированная аудитория, она гораздо более удобна, чем канал, в котором там про все, да, есть такие каналы, где там, кажется, 200 тысяч подписчиков про кулинарию и про, не знаю, благоодежду и про воспитание про все на свете, но это люди очень, как сказать, разные, то есть это абсолютной разброс огромный, там здесь не без детей, мужчины, женщины, возраст такой-сякой, а у меня концентрированные, это люди там примерно 30-50, у них точно есть дети, они там русскоговорящие, и единственное, наверное, в чем они разбросы, они живут в разных странах, не только Россия, там Украина, Казахстан, Белоруссия, Израиль, там часть Европы, часть Америки, вот, соответственно, телеграм-канал даже с небольшим количеством подписчиков, там вот 30-50 тысяч, он все равно дает какой-то еще дополнительный доход, ну, что еще могу рассказать, все, мне кажется, в общем-то, я рассказала все основное, если вы мне какие-то вопросы зададите, то я еще что-то расскажу. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы, я сначала давайте на ваши вопросы сориентируюсь, вот, и потом тогда уже задам Юле вопрос, мой, простите, задам Оле вопрос, сама, если есть вопросы, пожалуйста, в чате пишите, ну, вот, на ваш взгляд, если делать такой курс в в телеграме, да, какой продолжительности были ваши аудио, вот, записи, то есть, сколько времени люди слушают реально, чтобы им не сказали, ой, надоело, я пошел, или наоборот, ой, как мало, что я тогда, зачем мне этот курс, ничего не понятно. Да, я специально старалась делать прям максимально короткие вот эти аудиофрагменты, потому что когда ты что-то слушаешь, ты вряд ли все-таки сел и слушаешь, как с книжкой, ты, скорее всего, где-нибудь в машине ездишь, там, идешь по улице, то есть тебя могут прервать в любой момент, если ты долгий файл, а ты где-то на его середине, тебе потом неудобно искать, где-то не остановился, поэтому у меня были файлы буквально по пять, ну, максимум восемь минут на каждую тему, они прямо вот так разбиваются, если я понимала, что тема длинная, и хочется ее, да, как-то раскрыть посильнее, то я просто записывала, там, три файла по десять минут, то есть одна тема получилась на тридцать минут, но все равно это были разные файлы, единственное, это мне психолог, она не могла себя остановить, она записывала по тридцать минут, долгий аудио, ну, и все равно люди это слушали, потому что, ну, это было очень полезно и интересно, вот, плюс в Телеграме, в отличие от WhatsApp, например, там очень удобно переключаться с файла на файл, ставить на паузу, там, делать вот эту вот скорость, знаете, 2х, когда там быстро тебе хочется что-то прослушать, докрутить куда-то, не нужно там гонять эту мышку, вот, но все равно надо весь этот курс разбивать на четкие блоки с обложками, я делаю прям обложку, ну, так, все, прыщи, например, берете красивый фон, пишете прыщи, и под этим прыщами уже, значит, эти аудиофайлы, или там, не знаю, какое-то там дьянокное поведение, все что угодно, короче, что подходит с темой, выделяем обложками, делаем коротенькие эти аудиофайлы, и все людям удобно, классно, они могут вернуться потом к этому 20 раз еще. Это я прям представила красивую картинку для темы прыщи. Я там тексты, тексты писала, без изображений. Ну, то есть, получается, что это прямо вот для неграмотных, да, которые не умеют работать очень хорошо в Телеграме, то есть, это прямо в канале получается, что запись с обложкой, и под ней выставляются все... Давайте я покажу вам. У меня, к сожалению, нет записи экрана. Сейчас, секунду. Можно так. Или можно сделать записи? Да, давайте я вам покажу, да, чтобы нам сейчас не мучиться. Демонстрация экрана у вас есть, наверное, мне кажется. Вот, например, здоровье подростка. Сейчас, вот она. Вот, к примеру, здоровье подростка. Вот, видите, тут ориентации гендер, вот файл депрессия, а дальше там бонус-блок энергетические напитки, и опять же аудио под этим. Вот, депрессия. Вот, в общем, это очень удобно. Людям это прямо удобно. Ну и в конце вот эту книжечку я сделала в PDF для тем, кому вообще неудобно, кто не воспринимает у нас в долг. Таких, правда, мало. Все в основном слушают. Чем отличается контент Телеграма от Инстаграма? Вот вы сказали, что у вас контент разный. Там и там по-разному. Ну, в Инстаграме все-таки больше, обычно мы сейчас больше делаем акцент на сториз, да, ну там посты мы вешаем, чтобы люди шерили там, ну, два раза в неделю. Сториз у тебя должен быть каждый день. Сториз ты там как-то вовлекаешь подписчиками, ты пишешь тебе вопросы в окошко, голосование, вот эти вот все штуки. В Телеграме, вот на тему психологии особенно, потому что у меня все это на тему психологии подростков, люди любят очень, я это уже опытным путем вычленила там за два года. Люди очень любят вот такие вот эмоционально заряженные тексты, которые хорошо кому-нибудь пересылают, там, мужу, подруге, опять же, потому что какой-нибудь отрывок из книги, да, такой вот наводящий нас на мысли, или короткая цитата какая-нибудь, которую ты тоже вот прочел и думаешь, вот, как сказал хорошо, там, цитата великих, что-нибудь такое, какие-нибудь истории из жизни. В общем-то, я даже не делаю интерактив в Телеграме, я знаю, что многие каналы развлекают делать интерактивы, такие, давайте голосуем, какое платье сегодня надеть, какой рецепт приготовить, вот это вот все. Мне чуть более такая спокойная аудитория, мне нравятся такие длинные, полезные, эмоционально заряженные тексты. А вот есть ли какая-то дополнительная верификация, как автоматизировано отслеживать, кто оплатил и попал, например, в канал? Или вы это делаете вручную? То есть, как вы даете допуск? Я расскажу. Конкретно я немножко делаю коряво. Почему? Потому что у меня, точнее, живу не в России, и у нас тут очень-очень сложная, я живу в Кель-Авиве, у нас очень сложная именно в Израиле система приема онлайн-платежей. То есть, там нужно перетекравить весь сайт. Я пока даже решила с этим не связываться, но если человек живет в какой-то другой стране или в России, например, где с этим гораздо проще, то я просто сделала себе сайт на Тильде. Тильда, плачу там 15 долларов в месяц я подписку. На Тильде, если у тебя есть российское ИП или там, ну что-то, да, какая-то самозанятость, то там элементарно простые по подключению инструменты по налаживанию онлайн-кассы. То есть у тебя люди прям карточкой на сайте платят, в ответ получают там на мейл, который они оставили, и можно там дублировать, дай им куда-то на телефон, на отзыв. Ссылку, ну, там, квитанция по плате и ссылку. То есть я тут не очень хороший пример, потому что немножко это делаю коряво, я делаю вручную. С другой стороны, вручную, если, например, по какой-либо причине, ну, там, не хочется вам пока делать эту онлайн-кассу, нанимать человека, который ее наладит, вручную делать тоже не так сложно, потому что я так полагаю, что у нас пока речь не идет о потоках там тысячи, как у Блиновской, да, тысячи покупателей в сутки. Я, когда люди переходят на лендинг с покупкой курса, внизу у них открывается окошечко, оставить свои контакты, почту, WhatsApp и имя. Я вручную получаю их заявку, управляю им на WhatsApp, некий там шаблон, рыбу, да, там, спасибо, там, здрасте, такой-то такой-то, как здорово, что вы заинтересовались, оплата вот туда-та-та-та-та. И это, с одной стороны, может быть, лишнее, лишнее телодвижение, а с другой стороны, это позволяет мне живем, да, сконнектиться с этим покупателем и ответить на его вопросы в моей сомнении, потому что люди иногда, например, перед оплатой хотят спросить, а как это устроено, ой, а как же вот аудио, а как я буду слушать, а можно ли ссылку мужу там дать, или надо еще раз оплачивать. То есть, если бы человек пришел на сайт и там была бы просто оплата картой, то он бы такой подумал, блин, ну, потом, что-то я вот сейчас, не знаю, у меня еще есть вопросы, а в какую-то техподдержку, там, это всем лень сюда писать, мне речь идет не о больших суммах, ты же не диван покупаешь, а что-то за тысячу рублей. А тут в WhatsApp, у меня этот человек есть живьем, и я могу вежливо и мило с ним пообщаться, ответить на все его вопросы, ну, как бы подвигнуть его к тому, чтобы он все-таки приобрел вот этот вот продукт. И потом я могу еще, например, этому же человеку в WhatsApp тоже писать, сколько мы уже лично пообщались, со смайлуками там, да, как-то уже чуть-чуть потеплело между нами, могу писать, что вот, вы можете приключиться на инстаграм, у меня еще есть вот такая книжка, и вот такой вот курс. И тут, у меня есть куча людей, которые, я прям в переписке вижу, покупают каждый следующий продукт, потому что мы с ними уже как-то вот чуть-чуть выделились, они уже на все подписаны, они говорят, да, вот что-то следующее, давайте, мы вот это тоже хотим купить, нам полезно, нам работает. То есть вот этот вот личный контакт дает тебе очень лояльных пользователей, которые с тобой потом долго остаются. То есть автоматизация прекрасна, но тепло личного общения никто не отменял. Да, автоматизация, конечно, хороша на гораздо больших масштабах. Ну, у меня там идет сейчас, я не знаю, ну, ну, 100 покупок в месяц, да, 150, к примеру, ну, 200. Ну, то есть это не такие пока что суммы и цифры, которые я не могу обработать вручную. Если я когда-нибудь приближусь, там, в Блиновск, да, тогда, конечно, надо все автоматизировать. Тогда подключу автоматизацию. Да, да, но пока что, я к тому, что если кто-то хочет начать, например, да, такое дело, то думать, вот, это мне сейчас надо нанимать, там, дизайнера, нанимать того, кто мне этот лендинг сделает, нанимать того, кто подключит. Это я сейчас, типа, еще вложу, там, не знаю, 150-200 тысяч, да, а что я на этом заработаю? И вообще, кто-то это купит или нет? Вообще, ничего не надо вкладывать. Я вообще все делаю сама. И лендинг, и на Spanvy, знаете, это Spanvy сайты, делаю все, там, минимальный дизайн, и ни разу не было такого, что мне люди написали, верните деньги, это там криво, коцово, уродливо, непрофессионально. Вообще, ни разу такого не было. Всегда все пишут, как им было полезно и здорово. Вот. И вообще, я считаю, что это такая полезная информация, есть хоть какой-то самый простой способ ее нанести. Вообще, не надо ждать, что-то там вкладывать, нанимать, вот это вот мучиться, да, пока ты небольшой бизнес. Сразу давая эту информацию, максимально простым способом. Вот этот чат, эти в Телеграме, это аудиосообщение, это максимально простой, дешевый, удобный способ. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас многие так подумали, а что же мы раньше сами до этого не додумались. И это правда, что часто мы так много вкладываем сначала, чтобы все было идеально, вот, а потом оно раз и не заработало, да, пусть сначала этот велосипед поедет, а потом мы уже на него всякие звоночки, бантики и все остальное привесим, когда уже будем точно понимать, что это ездит. Вот еще, а как вы учет клиентов ведете? Ну вот вы сказали, что у вас вышел, допустим, новый какой-то формат или там новая книжка вышла, через какую, может быть, программу или, может быть, каким образом вы делаете эту рассылку? Или вы просто пишете в тот же Телеграм, а вдруг они уже все послушали и не читают больше? Да, пишу, программы никакой нет у меня, ведь я, может быть, тут лучший пример. Это как раз лучший пример, потому что вы же не говорите, то есть все говорят, о, программы нет, отлично, у меня тоже нет, значит, я тоже так могу, это же вот прекрасный пример. Программы нет, сижу, все делаю вручную, во-первых, у меня, естественно, это все нужно там дублировать во все свои соцсети, вот у меня книжка вышла недавно, я там в Инстаграме 50 раз про эту книжку, в Телеграме тоже 50 раз про эту книжку, во всех группах этих курсов тоже 50 раз про эту книжку, ну там, ты как бы аккумулируешь всех, кто уже лояльный, они точно увидят, плюс собираешь новеньких, и плюс еще я, поскольку у меня все эти остаются, контакты, почты, ватсапы, то в ватсапе я обязательно потом еще всем тоже сижу вручную и делаю рассылку, вот есть новый продукт, вам будет интересно, ну кто-то не отвечает, кто-то пишет, там идите нафиг, а кто-то говорит, ну классно, давайте я хочу, ну то есть ты просто эмоции отключаешь, ты не думаешь, вот я надоем этим людям, сейчас будем напоминать, спокойно себе напоминаешь, пишешь, или это кто-то, например, хотел купить, но не оплатил, это такая простая вещь на самом деле, но у меня заняло время, чтобы психологически это преодолеть, ну человек тебе написал, хочу купить там курс, да, в ватсапе, но не оплатил в итоге, прошло там неделя, и я вот раньше думала, вот как же я вот ему напомню, да, а ведь это же я буду навязчивая, как будто я хочу, вот только о деньгах думаю, я такая вот буду, а ты же, когда мы смотрим на крупные бизнесы, какие-то там косметические сайты, ты там полазил по сайту одежды, в корзину что-то набрал, но не оплатил, да, ты думаешь, нет, потом, этот сайт тебе еще 50 раз потом пришлет напоминание, у тебя в корзине джинсы, оплати, оплати, ну ты же не чувствуешь раздражение, ну окей, и тут то же самое, да, поэтому я пишу еще всем напоминалки по 20 раз, вот вы были заинтересованы, может быть, вы все еще заинтересованы, и часто люди пишут, да, я забыл, точно, я хочу, давайте, вот, в общем, максимально работать вот этой базой, для которой я и собираю, собственно, мейлы, и телефоны, при записи на курс. Спасибо. Вот еще один вопрос, даете ли вы какую-то рекламу в Телеграме или где-то еще, или только через свои вот группы и каналы работаете? Я стараюсь делать обычно взаимный, взаимопиар, ну не обязательно с теми, кого я знаю лично, просто с теми, кто мне тоже симпатичен, вот это я много делаю всего, это дает прирост, не огромный прирост, но довольно стабильный прирост, плюс у меня хороший органический прирост, даже очень много шеров, и, ну, за счет там Инстаграма и Телеграма, что люди шерят эти посты друг к другу, и у меня тоже идет органический прирост, если я посмотрю статистику подписок и отписок, отписки есть всегда вообще у всех, даже будь ты трижды гением с миллиардом подписчиков, то у меня всегда подписки превышают подписки, но опять же, потому что я регулярно, очень-очень-очень регулярно, каждый день я делаю контент во все вот эти каналы, и Телеграм, и Инстаграм, и пост, и сторис, и так, и сяк, ну, конечно, да, вкладываться финансово, чтобы у тебя был больший прирост, хороший, большой, вот у всех тех блогеров, у которых там 800 тысяч подписчиков, они просто регулярно вкладывают большие суммы денег в продвижение, никакого другого фокуса тут нет, органикой до 800 тысяч ты не вырастешь никогда, будь ты, если ты там, ну, не Ким Кардашин, просто сам, ну, какая-то знаменитость, вот, поэтому для того, чтобы вырастить большие цифры, там, больше 50 тысяч подписчиков, это нужно тупо закладывать бюджеты, я этих бюджетов пока не закладываю, поэтому у меня 11,5 тысяч в Инстаграме, 3,5 тысяч в Телеграме, это дает некий доход в месяц и органический прирост, но, естественно, есть куда расти. Спасибо, но и вы еще сказали, что хорошо сработало, когда ссылка на ваш курс оказалась у специалиста, который прям в тематике специалист, да, то есть... Да, но это, это опять же, я очень хорошо использую весь свой, как это называется, социальный капитал, наверное, да, мы это называем, вот эти вот все знакомства, то есть если у меня какой-то новый продукт выходит, и он в тему там кого-то, да, то я обязательно пишу вот этим всем своим знакомым, психологам, врачам, медийным людям, говорю, смотри, у меня выходит новый продукт, если бы ты у себя повесил, если тебе кажется это адекватным, я буду счастлива, я тебе присылаю там, можешь ознакомиться, и многие действительно по дружбе это вешают, потому что им понравился сам продукт. Потом у них и это еще кто-то, вот мне повезло с этим курсом по здоровью, повесил Федор Катасонов, такой педиатр, а там увидел его, коллега Сергей Бутрий, который тоже там крутой педиатр, Бутрий еще у себя повесил. В общем, опять же тоже не стесняться всех просить и всем все присылать. Вот. Да, спасибо. Спасибо большое. Если вдруг...